Привет, дорогие друзья! В одном из своих видео я уже рассказывал о том, что система своза массовки теперь немножко видоизменилась у Петра Алексеевича, потому что он боится уже и массовки тоже, хотя их там 200 человек, этих бабушек и дедушек, как будто бы. На самом деле, помимо спецназа Булат, который неизменно присутствует на всех его встречах с народом в количестве 60 человек, а также помимо спецназа УДО, который, как я вам уже рассказывал, при преступном Януковиче, спецназ УДО, численность его была 60 человек, при Порошенко стало 200. Ну ведь на него же покушения постоянно готовятся, тоже надо понимать, что такое настоящая демократия. В общем, помимо спецназовцев из Булата, которые должны закрикивать выступающих, я вам сказал уже, какая у них манера закрикивать и закрывать. Вот, они теперь решили немножко видоизменить, так как он боится уже и бабушек, и вообще левых людей, поэтому они начали привлекать людей женского пола, тоже граждан женского пола, которые работают там в финансовых отделах, спецподразделениях и так далее. Я не знаю, может быть уборщицы в СБУ. Но, я абсолютно уверен, что часть массовки осталась реальной, то есть это реальные пенсионеры, реальные какие-то бюджетники и вот старики. Это видео в большей степени я хотел бы посвятить пенсионерам. Меня смотрят, подавляющее большинство людей, которые меня смотрят, 25-35 лет и близко вот около этого, это ядро составляет. Также смотрят люди старшего возраста, ну и плюс, конечно же, у этих 25-35 лет, у них есть мамы, есть бабушки, и я бы не хотел никого из этих людей обидеть. Более того, я даже хотел бы посвятить это видео пенсионерам. Если у вас есть родственник, пенсионер, то есть старик, или не старик, но просто пенсионер, дайте ему посмотреть это видео, пожалуйста. Потому что, по-любому, у вашей бабушки, у вашего дедушки, у вашего отца, матери есть друзья, круг знакомых. Я хотел бы, чтобы до них кое-что дошло, донести до них кое-что. Итак, смотрите, что происходило, потом я объясню, почему я так говорю. Со всех сторон, со всех сторон у него крики эти, ставшие уже, знаете, уже привычными, наверное, для него. Но спецназ должен реагировать, соответственно, на эти крики. Но иногда реагирует и не спецназ. Телефон выбила старушка. И вы слышите рядом старческие голоса. Чего она кричит? Эти люди, это люди в возрасте. И они нападают на девушку, которая смеет задавать вопрос Порошенко. Это пенсионеры не американские, не испанские, не итальянские, не французские. Это украинские нахрен пенсионеры, которым Петя со сцены обещает там чуть-чуть добавить. Ну, как животным, подбросить немножко силоса. Больше всего меня порадовало то, что он со сцены рассказывает, что он не по рассказам знает, как тяжело пенсионерам до пенсии. Это почему он так знает? Его папа до пенсии тянет или что? Или он сам до пенсии тянет? Откуда ему это знать? Откуда Петя это знать? Ну и короче, перед выборами они решились на абсолютно банальнейший, тупой, скотский подкуп избирателей, подкуп пенсионеров. То есть подкуп тех, кто чаще всего идет и голосует. Обратите внимание, шариками сейчас закрывают ей обзор. Это тоже не спецназ Булат. Не, и не избушники, не. В Житомирской области отримают Китвищеня вже, зараз и в Берест. И так в среднем для каждого пенсионера все будет 554 гривен для кошек. И я знаю, что это за мало. Да и девушка поясняет, что платная массовочка перекрывает обзор. Это делают пенсионеры, это делают бюджетники, которые там еще, наверное, работают на пенсии или там выходят. Это они делают, сезонная массовка. Их же свозят даже не за деньги. Это называется подкуп избирателей. Перед выборами, когда президент внезапно говорит о том, что мы хотим доплату к пенсиям, или компенсацию, или могут называть как угодно, хоть мастурбацию. Это называется подкуп избирателей. Абсолютно тупой банальный подкуп из государственного бюджета. Все, а вот это вот уже спецназовец. К слову, там дальше мы увидим вблизи некоторые лица. Я бы вас попросил помочь идентифицировать их. У нас теперь есть деньги, и мы можем их дать наибиднейшим. Петя молодец. Молодец. Но это же так с баранами и надо. Вот когда они кричат, аплодируют, кричат «Браво». Ладно, их свезли, как стадо. Но ведь их же не вынуждают кричать «Браво». Я не думаю. Если ты простоишь просто молча там, понимаешь, что тебя используют просто как манекен. Тебе же не обязательно кричать «Браво». И здесь мы видим, как достаточно пожилой человек начинает нападать на девушку. И вот этот парень, который в зеленом, он вписывается за девушку. А вот этот вот пенсионер или около пенсионер начинает нападать. Обидели вашего бога. Сколько у тебя пенсия, старичок? Я, Петро Порошенко, присвячую своё життя моей країне. Я присвячую своё життя вам. Спасибо. Я присвячую своё життя великой країне Украины. На кого это рассчитано? На кого рассчитаны вот такие вот речи? На идиотов. Он вас идиотами считает. И я надеюсь, что сейчас меня смотрят пенсионеры. Задайте самим себе вопрос. Какая у вас пенсия? Кто-то из вас скажет. У меня большая, 2600. 2600 – это меньше 100 евро. Большая? Ставь! Нельзя на своем честном спасении! Слово! Петро Алексеев! Петр Алексеевич, зачем вы преследуете Анатолия Шария? Банит, не следует Анатолия Шария! Вот на этом моменте и разбили камеру. Бзжж! И разбили. Теперь давайте посмотрим, во-первых, на действия спецназа. Высокодостойно житомирской громады. Дорогие жители прекрасного политического края. Я даже гордый. Я гордый. Я тебе с украинским. Он должен закрикивать, и он это понял буквально. Слава Украине, слава Украине, слава Украине, слава Украине. Но если бы там было только 60 активных вот этих вот сотрудников, они бы не справились. Им помогает массовка. Петр Алексеевич, зачем вы преследуете Шария? Не надо преследовать Шария, Петр Алексеевич! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Причем, что молодые люди, которые там замечены, они улыбаются. У них нет ненависти на лице. Обратите внимание на пожилых. Закрыйте ей рот, а кричит какая-то баба. И напоследок добавляет шлюха. Это кричит баба, которую туда привезли не за деньги. Как скот затасовали, привезли, выгнали на пастбище. Потом назад загнали пинками. И увезли. Даже не за деньги. Это кричит баба, у которой вряд ли пенсия превышает, ну, я уже говорю, 100 евро. Это уже вот так вот, да? Скорее всего, у нее 1400. А Петя обещает от щедрот добавить 1600 теперь будет, да? Может быть, у нее пенсия 1800. И она чувствует себя уже королевой. Интересно, много она чего себе может позволить на эту 1800? Но она называет девушку эту шлюхой. Шлюхой. За то, что девушка не матерный вопрос задала. Не гуляла там голой, да не показывала сиси. Просто задала вопрос Порошенко. Шлюхой? Нет, не она шлюха. За вас величезный внесток в розбудову державы. На лицах у них искренняя ненависть к этой девушке. Искренняя. Что с ними? Если меня смотрят пенсионеры, я надеюсь, они смотрят. Может быть, вы близким своим объясните. А они мне напишут в комментариях, что с этими людьми? Почему с ними это? Пётр Алексеевич, зачем вы преследуете шария? Каждый пытается ее ударить. Оскорбляют. Что с вами, зомби, блин, долбаные? Они ходили по Майданам и кричали «Ганба! До чего это признало? Ставьте мавимен!» Игричники не имеют права вас и пальцем трогать. Но самое главное, я хотел бы обратиться к этим людям, пожилым людям, которые нападают на молодых людей. Смотрите, это страшно. То, как вы жили последние 28 лет, как животные, даже не понимая этого. Это страшно. То, как вы будете жить дальше, с учетом того, как к вам относятся в этой стране. Они хотят, чтобы вы вымерли побыстрее. Вы – это нагрузка на бюджет, вы поймите. Вам дают какие-то подачки, крошки со стола. И вы, как долбанные рабы за своего рабовладельца, готовы порвать любого, кто говорит «так жить ненормально» или просто задает вопросы. Если меня смотрят пенсионеры, пожалуйста, пообщайтесь на эту тему с теми, кого вы знаете. Потому что я данный феномен не понимаю. Пополняйте наш счет, пожалуйста. Дам отчет в следующем или через одно видео. Выплаты у меня превышают уже пополнение. Я вам покажу, как я пополнял своего счета. На 5000 долларов я пополнил. Все по-честному. Но мне, конечно, намного более интереснее. Ваша поддержка также. Подписываемся. Нас там два раза упал, докатился. И будет 2 миллиона. 2 миллиона. Пусть Петя расскажет о том, что у нас 5 человек. Нас много. Пока. Как остаточный прощавай. Это остаточный прощавай Радянскому Союзу и Российской империи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok